Я смотрел Франч ТВ, шоу по улице, улица Валенсия называется. А, трафик, да? Сажал, да-да-да. Нет-нет, просто телефон вывалился из моих рук и прямо упал стеклом на плитку, которую разрабатывал Гауди. И мне потом замена обошлась. Так это к Гауди вопросу? Не-не-не. К его этим родственникам? Не-не, это конкретно к тебе. То есть был хороший контент, и из-за него я зазевался, так сказать. Друзья, мы прошлый раз забыли представить своего спикера нашего. У нас нет никакого интервью. Кстати, у нас не интервью, если честно. У нас ламповый эфир. Это такая посиделка дружеская, где мы пьем вино, дегустируем. Как видите, сегодня у нас есть что. Плюс Игорь Сухомлин, ресторатор знаменитый, принес нам еще что-то где-то. Где-то оно было. Что-то где-то стоит в холодильнике. В холодильнике точно. Немножечко охлаждается. Да. Вы специально подготовили в таких бокалах вино. Под шампанское. Ну, если хорошие, игристое, то надо бы пить, ну, как минимум. Я думаю, если газировки в него добавить, это будут хорошие игристое. Если в нас с тобой добавить газировки. Мы можем отдельно. Смотри, значит, мы, я не специалист в вине. Я знаю, ну, ты точно гораздо лучше разбираешься, чем я. Я вот пью, знаешь, я вот пришел. А что ты пьешь? Ну, я просто пью вино. Вот, вот. Это я... Врешь, но от какой цифры ты хотя бы бутылки покупаешь? Ты по чем выбираешь? Цвет, бутылка, этикетка? Цвет 200 можно уже брать. Так. То есть не отравишься. А можно отравиться, если дешевле? Можно отравиться всегда, а можно и нет. Вот. Поэтому я пошел, я доверяю мнению специалистов. Вот. Ну, тут даже не я, тут Веру мы, как обычно, отправили в ближайший магазин. Вера, спасибо. Она попросила, мы потом скажем, как эта формулировка звучала. Но, в общем, она попросила порекомендовать ей вино. И вот мы его купили. Я не знаю, давай попробуем, может быть, ты сможешь сказать, как его оценивать. Вот тебе на вечеринке налили три вина. Вот, видишь, такое светленькое, что-то такое типа средненькое и вот темненькое. Это я так вино оцениваю. Так, классно. Ну, и в таких бокалах оценивать его очень сложно, потому что они должны быть пошире. Пошире, да? Блин, мы не подготовились. Ну, слушай, сейчас... Не об этом, да? Хотел сразу уточнить важный вопрос. Матом ругаемся. Матом? Все, полностью, да. Тогда не будем... Начало понюхать. Понятно. Что? Ну, слушай, вы реально решили на мне сэкономить? Спасибо большое. Я понимаю, что у блога небольшой, небольшой бюджет. Посмотр, мама, монетизация слабенькая. Да, да, да. Нет, пить я не буду заставлять. Нет, мне по аромату не зашло ни одно, поэтому откроем мое. Ну, нету лучше. Здесь три разных совершенно напитка. Это вот... Ух ты ж, ё-моё. Чего? Да нет, ну... Ну, смешно, смешно, смешно. А вот это получше, мне кажется. Ты догадываешься, что это? Нет, я вообще не догадываюсь, что это. Ну, смотри, Вера пришла в наш любимый магазин, и сказала продавцу, дайте нам самое... Как ты сказала? Это самое плохое. Самое плохое вино. Самое плохое вино. Продавец два раза спросил у него паспорт, потому что он думал, что проверочка, да, наверное, какая-то приехала. И, значит, вынесла Томяночку. Блин, я тебе сказал, что у них титязкий. Ну, вот сказал бы Томянку, попал бы сразу. Вот оно, смотри. Знаешь мне, что интересно? Я, если честно, никогда это все не пил, кроме когора. В церкви подают. Это хотя бы слайденький. Тебе подают в церкви? Блин, я думал, как ты бизнес строишь. У меня свой ресторан. Классная бизнес-модель. Вот наш любимый магазин, как обычно, поставщик. Знаешь, начнем с Томянки. Она стоит вот здесь, вот самая светлая. Значит, склад. Вино готовится там, это неинтересно. Виноматериал обробленный и сок. Ну, то есть, в целом, ок. Сок. Да, в принципе. Виноградный, естественно. Да, конечно, конечно. Виноматериал. У тебя капает. Да, да, да. Это со мной всегда такое происходит после сорока. Вот. Виноматериал виноградный, сик. Это три семерочки, как вы можете обратить внимание. 14,5, между прочим. Винцо такое. Значит, сок сусло. Знаешь, что такое сусло? Что это такое? Ну, это сусло. Сусло. Консервированное. То есть, баночка какая-то. Бабушка делала консерву и вот сусло. Бабушка добавила консервантов. Своих. Из бабушки экстракт. Сик, яблоко. То есть, яблочный сок здесь даже есть. Виноградный, яблочный. Яблочки. Все-таки, натуральный, ароматичный склад, лимонная кислота, антиоксидант. И отдельно упомянуто, что ароматизаторы и эти красители химического происхождения. Именно. То есть, не химического винимательства. В химии ничего плохого нет. В химии ничего плохого. И, значит, мне очень нравится. Это же вино покупают, чтобы оценивать цвет, аромат. Тут написано цвет. От соломенного до янтарного. Это вот это. Я не знаю, я не помню. Не угадали. Знаешь, когда ты вечером много выпил, то у тебя утром может быть утренняя роса от соломенной до янтарной. И ты не знаешь, как пойдет. Вот это, кстати, такое, человек только что после санатория, это, значит, утро, требуется поход к доктору. Смак и аромат складны, гармоничны. То есть, они прям сложны, гармоничны, присущи конкретной ароматической составляющей. Класс. Сложны и гармоничны, это как ты описал жизнь нашу сейчас. Ну все, ладно, хватит эту дичь смотреть, убираем. Спасибо большое, это было классно. Спасибо тебе большое. Ужас. Это даже по запаху пить не стоит. 50 гривен за литр. Сколько стоит твое вино? Я думаю, гривен 600-700. Ну, я думал в приличной. Ну, мы пока Хменинского не перебили. Хменинский нам принес за 1200, по-моему. Не, ну слушай, я когда достигну уровня, я принесу за 1200. Это вот роса, она уже липнет. Утренняя. Да. Так, пока нам несут вино, знаешь, есть новость, которую я хотел бы с тобой обсудить. В Украине хотят запретить продажу алкоголя и табака. Ну, табак, ладно уже, в супермаркетах. Ну, во всех в Украине. Не знаю, как насчет франции. Какой легендарный ебанько это предложил? Ну, не будем сейчас уточнять, тут много текста. Я в целом хотел бы... А, на каком-то? А, на грамматическом, на уважаемом ресурсе. Да, 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 да. Вот. Что, получается, что пропагандой алкоголя останется заниматься только мы. Вот, поэтому, когда вам захочется посмотреть, как люди нюхают вино и пьют, приходите к нам. А как относишься к этой новости, если ты ее... Ну, конечно, это смешно, это не пройдет. Все в ради пьют. Все в ради глубоко пьющие, ну, где-то там помельче, а где-то глубоко пьющие люди, поэтому... Я знаю одному непьющего, Рома Грещук. Рома, если смотришь, привет. Если они это сделают, то бунты, столкновения на улицах, не избежать этого всего. Ты представишь, строитель не нашел утром томянку? Ну, он пришел ко мне в ресторан, чтобы похмелиться, понимаешь, но... Кто, строитель? Строитель, конечно, строитель жизни, но вопрос в том, что... Это же бред. Я, с одной стороны, рад, но, конечно... В смысле, что может это способствовать вообще трафику в ресторане? Ну, да, в теории. Ну, это смешно, конечно, да. Прихожу я в Goodwine и, в общем, захожу в отдел деликатесов, там беру что-то, я не знаю, беру мясо, беру рыбу, беру сыры, прихожу, беру кокосовый йогурт, выпиваю чашку кофе в Yellow Place и... Иду... И так, и захожу, и там сидят просто грустные сомелье, которые, продавцы сомелье, которые сидит Рома Ремеев, мой любимый, у него так текут слезы. И все ходят по улицам, после работы ищут, где бы им можно остаканиться. Круто. Так, окей. Что вообще происходит? Мы сейчас находимся где? Мы находимся сейчас в 2021 году. Ты уже смог отпустить, отойти или все еще только начинается? Что отпустить? Ну, как коронавирус, эту жизнь рестораторскую. Давай, я тебе могу дать салфетки, чтобы ты попал. Думаю, что я желаю тебе и мне жизнь отпустить немножко попозже, уже там, ну, вперед на несколько десятилетий. Я вернулся, чтобы не упускать, а окунулся... Только тебе это происходило? У меня это происходило так. Я жил в Барселоне. Да. Ты, кстати, мне должен 200 долларов. Я смотрел Франч ТВ, шоу по улице, улица Валенсии называется. А, трафик, да? Сожрал ты? Да, да, да. Нет, нет. Просто телефон вывалился из моих рук и прямо упал стеклом на плитку, которую разрабатывал Гауди. И мне потом замена обошлась в... Так это к Гауди вопросу? Не, не, не. К его этим родственникам? Не, не, это конкретно к тебе. То есть был хороший контент, и из-за него я зазевался, так сказать. Вот, с этого начнем. Я жил там, мой партнер здесь. И мы, он в Чернигове, я в Барселоне. И мы так, он приезжал, я прилетал в Киев. И таким образом мы управляли какой-то период бизнесом, считаю, что удаленно. И я приезжал на неделю в месяц, такая у меня была командировка. Вот. И после этого я разогнался и нырнул в Оперейшнс. Когда мы вернулись год назад, 1 июня, первым вывозным рейсом из Барселоны, все. И с тех пор я в нем, наслаждаясь, купаясь брасом, батерфляем, и мы открываем новое заведение, там где-то с кем-то прощаемся. Что открылось? Открылась, открылась новая пиццерия в центре Житомира, называется Зара-Пизара. Вот. Вдруг ты слышал такое имя. Зара? Нет, не Зара, а именно Зара-Пизара. Это имя не один год на рынке. Так. Без шутки. Кто это? Это пиццерия. А, пиццерия. Вот. Через 2 недели мы открываем новое место на Бессарабке. Так. Секретное. Секретное. Вот. И в процессе у нас в стройке еще одно. Секретное, потому что тяжело будет попасть или секретное, потому что не говорим пока. Я очень... Да, ну я люблю так, чтобы в конце все... Пам! Ну никто не ожидал. Парам-парам-пам-пу! Подожди, когда открывается? Через 2 недели. Через 2 недели. Вот мы выпустим в день открытия. Вот можно и рассказать, собственно. Ну в день открытия заходите на мою страницу в Facebook или Instagram, и там все будет. Так. То есть не расскажешь, да? Нет. Хотя бы там на какую букву начинается? На букву... На букву Р. Р? Моя любимая буква. Поэтому меня зовут Роман Кириллович. Так. Круто. На букву Р. Это что будет? Это будет еда или... Ну это ресторан. Р. А! Понятно. Никаких секретов никто не выдал. Там бессарабка. Что? У тебя очень много связано с бессарабкой. То есть у тебя там была чашка, у тебя там был бро-маркет. Это вот в локациях, где бро-маркет, да? Вот там же будут ковы-пейсерам. В апреле была история с семинаром бургер-чувака, который имеет отношение к бургер-кингу. Да, вроде бы, и ты дал свой фасад. Ко мне обратились ребята... Расскажи подробнее, из первых уст. Ко мне обратились ребята из агентства, которые организовывали его выступление. Да. Некого чувака? Да. Я с ним не был знаком, потом загуглил, посмотрел и... Вот та картиночка. Мы ее уже показывали, кстати, на эфире с Димой Борисовым. Да. Это была комичная история, как на это отреагировал. И мы решили с... Они говорят, Игорь, а у вас есть заведение, где вы можете заклеить окна? А у меня как раз там стройка идет. Они говорят, давайте завирусим. А я же люблю херней пострадать. Они говорят, давайте вот наклеим что-то, бургер-кинг, но людям будет непонятно, то ли здесь, то ли что вообще. Ну, мы это сделали, заклеили. И в первый же день, ну, ты заметил, много людей заметила. Официально компания, одна из сотрудниц компании, в итоге на следующий день, нет, нет, нет. Те, которые якобы купили их франшизу, или покупают, или уже купили, ты это лучше знаешь, чем я. Я не знаю ничего. Вот. Она написала под моим постом опровержение, что они еще в процессе сделки. Насколько там, то есть... Ну, там какое-то было отношение к компании ОКО. Да, 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 да. Компания или аффилированная компания ОКО. Это сельдопалка, если что-то. Да. И... Ну и все. И все обратили на это внимание. Мне в конце в личку пригрозили судом. В личку. Это же такое официальное сейчас. Да, да, да. В современные времена, да, там, Дия, в личку угрозы. То есть были очень странные. То есть мне приходилось как-то уходить от прямых ответов. То есть нам надо было подождать сутки или двое. Ребята из агентства утром мне написали следующее дня. Игорь, давай мы им скажем, ну, чтобы они там дальше не страдали. Вот. Все. И дальше выложили анонс выступления. Выступление прошло. Его послушало много людей. Надеюсь, я помог. Мне нравится развлекаться. Бургеры в Бургер Кинге классные. Слушай, ты же рекламист вроде бы там чуть раньше. Да, в душе. Но я занимался когда-то много лет рекламой. Вот твое отношение к рекламе Бургер Кинга. Знаешь, что это такое, кстати? Нет. Это реальная фотография горящего Бургер Кинга. А реклама, ну, это я показываю саму фотографию. А в рекламе добавили только надпись, что мы жарим на огне. У них известная история, на гриле, да, на что-то такое. У них известная история, что позиционирование такое, что котлеты мы жарим на открытом огне. То есть горящий ресторан, их собственный, они прям берут трагичную историю какую-то. Я там, надеюсь, все со всеми в порядке было, кроме здания. И вот пушит это в рекламу. Как тебе такое? Ну, смотри, ты же на нее показываешь. Да. Она же тебя зацепила. Да. Она не оставила равнодушным много-много людей. Кто-то, наверное, сказал, вы, конченые ублюдки, ради своей ссаной рекламы поджигаете здания, подвергаете риску людей. Я уверен, что если бы так было, просто... Нет, они не поджигали. Конечно же. Но они использовали беду для... Ну, это же правдивая беда. Я переживал такую беду. Серьезно? Ну, у нас горела мимоза. И я понимаю, что это невероятно больно для компаний. Но потом, когда ты после этого ведешь коммуникацию... Ну, они решили игриво так сделать. Скажи о своей истории. У нас воспламенилась проводка под потолком и в кухне. И все. Когда? Ночью? Днем? Днем, днем. Во время смены. Полный зал людей, мимоза. Эвакуировались? Вышли люди, кто-то пытался... Был какой-то чувак, который пытался с официантом подраться, потому что официант говорил, вот, пожар, выходи. А чувак хотел пиццу доесть. Прямо там загрузки хватали. Трагедия, комедия. Да, много было комментариев. Как команда среагировала? Среагировала отлично команда. Никто не пострадал, хотя были элементы хейта, конечно же. В итоге написали, что ребята недостаточно быстро выводили людей. А мы проводили перед этим тренинг для коллектива. Вы делаете это? Да, мы делаем. Понимаем, что это хорошая инвестиция. Они знают, как пользоваться огнетушителями, как оказывать первую помощь и так далее. Так что все в порядке. Круто. Но ты сделал такое? Рискнул бы на это в Украине, как ты думаешь? Я делал много разных херней в своей жизни. Может быть да, может быть нет. Но мы сейчас смотрим на их рекламу. И хочется пойти поесть. Нет, не хочется поесть. Ты точно помнишь, чем они занимаются? Ты понимаешь, что они немножко нарванные? Что они все время могут дойти до какой-то черты, где уже кто-то начнет срываться из зрителей. Но он запоминает, что они жарят на огне. Понимаешь и все. А на чем жарит Макдональдс, никто не помнит. Он жарит на этом срыве. Он жарит весь рынок, я бы так сказал. Да, да, да. Так, круто. Подожди, я слышал, по-моему, в интервью Андрея Федерила, ты рассказывал про другой какой-то пожар, на который ты смотрел по зуму. Или это он же был? Это был... Не по зуму, а по камере. Ну, в том числе, когда был пожар в Мимозе, я был в Барселоне. Так. Я смотрел на него по... Смотрите, ребята, мой ресторан, да? Ну, не, не смотрите, а просто Игорь, мы горим. Написал мне руководитель и видео. Так. Да. Очень. Горим, ждем пожарных. На бассейнах всегда пробка. Пожарная часть сверху была. Округлая университетская была перекопана. То есть, если бы они приехали чуть раньше, было бы намного проще, но, слава богу, они приехали хотя бы так. И пожарные просто красавчики. То есть, вообще, киевские пожарные, аплодирую, сработали великолепно. И, конечно, довольно рискованная работа у них. В каких порядках исчисляются потери в случае с проводкой, вот, перегоревшей? Ну, сотни тысяч долларов. Сотни тысяч? Да. То есть, это прям все, да? Сгорело? Охренеть. Ну, прям все это значит, что часть сгорела, а часть таким образом прокоптилась, что ее нельзя использовать больше. Ты же знаешь, помещения после пожаров специально обрабатываются, потому что этот запах гари, он въедается в стены. Некоторые ощущают побелку. Ну, в общем, там целая технология, да. Так, что-то грустненько у нас стало. Давайте, наверное, покажем, собственно, пиццу. А у вас есть бокалы? Нет, нет, а чем открыть? У нас есть высокотехнологичный штопор. Давай, поле, я таким не пользуюсь. Я сам так и не научился. Я уже три эфира это делаю, у меня не получается. Вы заведите нормальный человеческий штопор. Вера, дай, пожалуйста, нож, который вот, мы сейчас еще более элитно. Сейчас, сейчас, смотри, палец туда не засовывай, главное, вот, видишь, там штопор. Вот это я делать умею. Дальше это темный лес. Только Леша Костарев смог сделать это. То есть, как будто нужно нажимать сначала вниз. Мы с тобой уже в команде работаем, ты понял? Так, и теперь вроде как вверх. То есть, это просто... Вот, и обычно у меня происходит вот так. Так. То есть, я ее, я не знаю, то есть, может быть, нужно... Боже, тут мне жалко вино. То есть, если бы винодел, который делал это вино, увидел бы это все, он бы дал тебе леща, я думаю. Извините, пожалуйста, господин винодел. Ну, в общем, вот так. Смотрите, друзья, на этот случай у нас есть максимально элегантный штопор обыкновенный. Вот. Я не знаю, надо инструкцию почитать. Кто-то умеет с этой фигней работать. То есть, ты закручиваешь, потом надо как-то... Я думаю, что сейчас у тебя в комментариях будет... То есть, у тебя простой штопор. Очень простой. А сложно, очень сложно. Понимаешь? Ну, то есть, этот полностью угандошенный. Бля, это... Мы раскрошили... Скрошили бутылку. Да. Слушай, давай с другой стороны попробуем пойти. С дна? Да мы с дна и начали на что-то. Мы просто пригласив Рому в студию, мы уже как бы опустились на дно. Так. Как тебе штопор, кстати? Это не штопор. За такое, конечно, нужно отрывать яйца. Яйца, да? Да. Я давно так не отрывал. А что-то потекло аж где-то. Это мы с тобой. А, это жара на улице. Мы потекли. Так, друзья, давайте, кстати, проверим, сколько это вино на Вивино у нас. Какой там рейтинг. Ты пользуешься Вивино? Да. И как? Помогает? Очень. 3,8. Ну, скажем так. Ну, не это, не фитяска. Ну, да. Значит, апельсин, цитрусовые. Это я теперь могу говорить, оно чувствуется. Даже сюда доносится. Цитусовые. Это не вот эти вот запах ацетона. Это ацетон не пропал. Кстати, ребята, где? Дайте мне, пожалуйста, знает ли Вивино вот это. Сейчас мы вернемся к этому прекрасному виду. Так, сейчас посмотрим на кого хуже. Ты обрати внимание, кстати. Ну, правильно, правильно. Это, в принципе, можно использовать как маленький стаканчик. Мне кажется, это очень честно. То есть, в принципе, тара тебе не нужна, чтобы не пить с горлана, чтобы не чувствуете совсем уже бомжом. Вообще, с горлана просто. Скажи. Так, вот, пожалуйста, кого украинские. Друзья, уделывает... Мы не уверены в этом вене. Я тоже не уверен. Понимаешь? Спасибо. Ух, оно такое прям янтарное. Вот это я понимаю, соломенные янтарные, да? Так, как мне там, блин, как мелочи у Дима Борисова? Сначала нужно вдохнуть, да? Не, не держи. Ой, извините, извините, пожалуйста. Ну, ты просто нагреваешь. Ага. И просто бери... А апельсинка, как будто бы, да? Ты должен выйти с пользой. Сегодня? Да, с нашей встречи. Давай. За что? За что пьем? Клиент, возможно. Пьем за любовь. За любовь? Да. И за бесарабку. Слушай, ну... Пить можно. Дринкабл. Дринкабл. У тебя, кстати, насчет любви. У тебя в фейсбуке написано Игорь Сухомлин. Сейчас, как правильно там? И любовь, да? Что это такое? Сухомлин и любовь. У меня дочка Люба. Маленькая. Такая желанная. Такая любимая. Поэтому я тогда написал, когда она родилась. И с тех пор не менял еще. Там можно один раз поменять, как нам Паша рассказал. Вот в чем дело. То есть, следующих дочерей не сможешь всех порадовать. Только еще одну. Я пока поклываю. Остановился? Да, пока поклываю. Класс. Значит, расскажи, пожалуйста, вот про пиццу. Это, собственно, та самая мимоза, друзья. Которая трагически там была история. Но сейчас все хорошо? Бизнес рвет у всех? Мы после того, как... Я не знаю о бизнесе других. Я знаю о своем. Но после того, как мы открылись, мы приросли процентов на 25-30. А когда в итоге открылись? Год назад. Мы ровно год назад открылись. А, то есть вы поработали все-таки немножечко. Потом пандемия, да? А, подожди, год назад, на 20-е. Мы открылись после первого локдауна. После первого локдауна. То есть вы как раз в стройке же были в процессе... Да, мы должны были открыться во время первого локдауна. И мы заморозили все. И все. Слушай, ну расскажи об этих эмоциях. Вот мы тогда, помнишь, тут легендарный эфир с Димой Борисовым, который ты тоже там откомментировал. Что в тотальной жопе, это так было эмоционально. Все такие были... Ты помнишь свои какие-то ощущения? Слушай, сейчас так смешно об этом говорить, потому что... Немножко. Мы прошли... Прошло уже больше года, а мы в тот момент целились на прожить одну неделю. Понимаешь, на одну неделю ресурсов, на одну неделю договоренности с арендодателями, на одну неделю договоренности с поставщиками. Тогда какие были слова? Закрытие, увольнение, реструктуризация. И то есть мы просто каждый день сражались по разным вопросам. За людей, с долгами. Ну, то есть все были в одинаковом положении. Кто-то пострадал больше, кто-то меньше. Я не думаю, кто выиграл от этого в целом. От чего? От закрытия? Да, ну, от закрытия, от коронавируса, из ресторанной эпохи. Кто-то там писал о новых возможностях и так далее. Сделал он нас сильнее, да? Ну, да, 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 сделал. Ну, по крайней мере, он многих отрезвил, многих подранков он добил. То, что было среднего уровня, то, что могло бы еще разгоняться и даже жить, это все было подрезано. Вот, в том числе и у нас. Ну, все было хорошо видно, были видны очки жизни. И там очень важно было понять, если все падает, то что растет. И вот каждому надо было понять, на что он может опереться. Опереться на продукт, опереться на концепт, опереться на руководителей, на команду, на кого. То есть, очень много случайного, случайных отсеялось. Ну, в каком-то смысле это был хорошим стресс-тестом для команды, для компаний. Я бы предпочел его не проходить, но мы его прошли, смешное слово, прошли. Мы сейчас этот present continuous, мы его проходим, понимаешь? То есть, мы сейчас в нем, просто какую-то часть прошли, и немножко стало понятнее. Но вот я сейчас ожидаю осенний локдаун и понимаю уже, в принципе, что мы будем делать. Так, как подготовились к нему? Мы в процессе подготовки. Мы же не знаем, он будет в сентябре, в октябре или внезапно в ноябре. Ну, все равно же, очевидно, он будет, да? Я уверен, да. То, что готовится, надо, понятно. Ну, а почему он может не быть? Когда чуваки в Китае закрывали страну, у меня есть учитель мой по-английскому, Андре, и он живет в Кейптауне, в Южной Африке. Да, да. И мы с ним онлайн ржали, ну, что, типа, вот китайцы отчебучивают, они, конечно, жрут всякое говно, а мы тут с тобой, ты сидишь у себя на океане, я сижу в Барселоне, и вообще все шикарно. И вообще, не запариваясь, потом через уже месяц он сидел в своей закрытой стране, я сидел в закрытой квартире в Барселоне, не выходя на улицу месяц. И мы немножечко так при это призадумались. Уже не так весело было. Да, ну, это было, не, все время было весело, когда хороший собеседник, но не было такого, знаешь, такой бравады, что, эх, китайцы, китайцы, а у нас все нормально, вот. Да, давай откроем, посмотрим, как это все выглядит и работает. Может, не положили, надо посмотреть. Случается такое? Ну, мало ли. Такого не случается, но бывает, знаешь, чего? Подожди-ка, ух, это 4 сыра, наверное, да? Это 4 сыра, это острый мед. Острый мед? Нужно поливать, да. Серьезно? Класс. А почему он с чили? Да, подсмотрел у любимых каталонцев, они очень часто к сыру добавляют традиционно мед с перцем. Это очень приятно. Очень это любят, и вот привез из Барселоночки такую штучку. Так, а вот это давайте посмотрим инструкцию, или это просто так? Не-не-не, это инструкция, как разогревать на сковороде, потому что многие считают, что разогревать нужно в духовке, микроволновке. Сковорода идеальное разогревание. Знали ли вы, друзья? Берешь слайс, бросаешь на сковороду, подрумяниваешь, чтобы он немножечко стал хрустящим, корж разогрелся, и потом делаешь один бульк воды из чайника, выключаешь огонь и накрываешь крышку. Чтобы все сверху прогрелось, да? Да, 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 все сверху прогревается, сыр расплавился. Запомнили? И идеально разогревает пиццу. То есть можно на следующий день спокойненько, ну или там чуть позже вечером разогревать на сковороде. Слушай, я не знал об этом, кстати. Это кто? Это американцы придумали? Да, Роберто Спица, родной Бруклин. Класс. Так, ну что, я попробовал, если честно. Мне это прям интересно, особенно с горящим, с горящим буквально, да? Да не, 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 она не очень спайси, не очень спайси. Вот прям чуть-чуть, да, надо? Да как тебе нравится, попробуем. Я вообще, я вообще уважаю, и есть там бренд, один заблок называется, у них просто очень много разных сортов, может быть даже острое есть. Вы сами делаете? Да, этого несложно, мы просим, чтобы пчелы залетали. Тебе налить? На что? Не, 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 почему? Ты поел? Ты уже налил, поэтому все нормально. Так, 4 сыра от мимозы. Мимоза, это, давай расскажем, да, вот как бы в интервью Андрея тоже это узнал впервые, что это коктейль. Парасека или, ну, игристое какое-то? Игристое апельсиновое сыр. 50 на 50. Понятно, что его делают по-разному. Просто охренительно. Ребята, сыра, кстати, очень много. И тесто довольно тонкое. Ну, на этой части. У тебя перспектива большая пойти в фудблогеры. Ты отберешь у многих хлеб, но... Ммм. Ммм. Отсюда я делаю вывод, что у нас-то нет, не бывал. Просто когда кушаешь, можно говорить только ммм. Или ммм. У нас-то не бывал, правильно? Нет. Я был, не скажу когда, в Хако. Там не очень было много людей при этом. Мы подготовились к тому приходу, чтобы... Всех выгнали. Да, 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 чтобы было. Вот. В локдаун приходил. Знаешь? Ну, ты прям спокойно, да? Очень-очень необычный дизайн. То есть, я не знаю, я не был в Японии ни разу. Это японский ресторан на Каловской, ну, где-то там. Намечникова точно. Вот. И напротив Гудвайна, кстати. И я так прям, ух, вот это там прям все стены расписаны в этих узорах. То есть, такое, ну, то есть, очень-очень атмосферное место. Мы были, ну, там встреча какая-то была. Мы не помню, что мы ели. А, ну, не вспомню уже. Но что-то, ну, нам очень понравилось. То есть, это прям было. То есть, это не, не это самое, не хотел брать назвать. Ну, в общем, короче, это не суши-бар. В том смысле. Там есть нигири, там есть роллы прекрасные. Вот. Но там шире меню, там есть японский гриль, там есть великолепные рамены, которые готовит команда Алеши Краковского. Съедобно? Ладно, я потом доем. Посмотрим следующую. И я хочу задать вопрос, смотри. Вот. Ты с Димой Борисовым, ну, в целом, вы, как бы, там, друзья, там, да? Ну, я не знаю, хорошая, да, хорошая, ну, мне кажется, да. Окей. Вы там дальше планируете что-то открывать. Кстати, вот у вас очень похожая история. В том смысле, что вы пришли из вот маркетинга, рекламная история. То есть, мы там познакомились, когда вы и познакомились. Не у Димы, никакой было, не было ни плана в ресторанах, не у меня. Познакомились. Мы вместе решили заниматься рестораном? В 2003 году. Нет, нет, нет. Я открыл ресторан в 2007-м, первый в Чернигове, а потом Дима открыл Барсук, насколько я помню. Да, Барсук был первый у него. Твои концепции, знаю, у тебя была история с чашкой, да, вот сетевая, по сути, и есть, да? Сколько еще? Чашек больше одной? Одна. А, это сеть из одной кофейни. Не, ну, было прям много их, да, было? Нет, их было... Пять? Пять, да. Пять. Вот, все остальные концепции уникальные, крафтовые. Ты пошел по этому пути специально? У нас есть 11 вареничных баллонов галли. А, да, вот точно. Совсем вылетел из головы. Да, баллонов галли. На минуточку. Вот, и после того, как мы работали, я работал над сетевым решением для чашки, потом для баллонной галли. Я прям не могу, мне очень понравилось. А что да есть? Да ты не могу, ты съешь следующую. А, там следующая съесть, точно. И, ну, и все, и у нас у всех, я не знаю, как, может быть, у тебя нет, но у меня точно есть жажда творчества. То есть мне хочется сделать какую-то херню, чтобы сразу посмотреть на результаты. Потому что в ресторанном бизнесе одна из мотиваций, когда ты сделал правильно, ты сразу видишь довольных гостей. Ты видишь сразу кэш, и ты видишь довольных гостей, которые говорят, блин, вот это было клево. Продукт, атмосфера, сервис. Они сразу реагируют на это, так или иначе. Расскажи историю, когда вот не было такого, когда открылись и все пришли такие, ну... Да, 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 было такое в фишкультуре. Мы открывали на Мечниково напротив Гудвайна, там, где сейчас Коко, фишкультуру. Фишкультура, да? Фишкультура, да. Такая вот игра. И что там было? И там была рыба, все было рыбе. То есть такой среднеценовой сегмент рыбный, рыба и международная, рыба и локальная. Знаешь, и угорь, и сон. Мечниковская, скажем так. Ну, там, да-да-да, там речка Клов, и вот мы в речке Клов как раз и вылавливаем. А почему не зашел он? Да я думаю, что там одновременно было много всего. В ресторане? Да, мы сделали много ошибок. Вот. Самая главная ошибка. Мы придумали заведение рыбное. Кто его, кто будет основным гостем в рыбном заведении? Твоя версия. Любители рыбы. Ну, как минимум. Так. Коты. Так. И, наверное, любители вина. Гуд вайн, вот вино. Хороших три попытки. В итоге очевидно, что это будут девушки основные. А, типа здоровый образ жизни. Да, в том числе, в том числе, но, когда мы придумали это заведение. Ты пошел бы в рыбный ресторан? Ну да. Ну да. Вот потеряли клиент. А ты была в рыб-культуре, в фиш-культуре? Не была. Ну, оно и понятно. Ну и слава богу. Мы сделали плохо нашу домашнюю работу. Извини, да. И все. А мы, когда придумывали, мы полетели в Нью-Фултон-Маркет. Это в Квинсе, в Нью-Йорке и в жопе мира. То есть, ночной рынок, на котором все лучшие рестораны Нью-Йорка покупают рыбу и мэри-продукты. Все. Дэнни Мэйер и рестораны. И мы увидели огромный такой ангар, в котором чуваки брутальные. А давай посмотрим, как это называется еще раз. Нью-Фултон-Маркет. Нью-Фултон. Фултон-Маркет. Вот. И они продают рыбу. Так, новости нет. Видео. То есть, это такой большой рынок. Да, да, да. Не очень он прям такой, знаешь, привлекательный. Не, он довольно привлекательный, но ничего там такого утонченного нету. Там мужики. Склады и склады. Со всех стран мира. Из Китая, Украины, Пуэрто-Рико и, я не знаю, там, и Африки. Они продают рыбу. Продают. А кто покупает? Место ресторанов. Рестораны. Рестораны. То есть, закупщики ресторанов или шеф-повара приезжают ночью. Вот. И покупают в разное время ночи. И покупают уже на утро, на работу, чтобы делать заготовки. Покупают рыбу разную. Бронкс, я сказал. Квинс, да. В Бронксе. Ну, тоже жопа мира, да? Да, мы ехали с Манхэттена где-то час-двадцать ночью. Вот. И, ну, и все. И таки простые мужики брутально ругаются матом и продают рыбу. И мы подумали, вау, какие классные персонажи. И мы представляли их, придумывая все внутри. Брутальный интерьер. Музыка такая вот. Для девушек. Да, да, да. Рок 70-х. Так. Беленко сделал интерьер. Мы втроем с Денисом и Валерой Гальпериным, моим партнером ездили туда. Ну, и, в общем, там было некомфортно. Вот смотри, верни кадр только что. Извини. Вот смотри, Федоров. Слева Федоров стоит в шапке и берет у них интервью. Вот, в красной шапке. Это не Федоров. Извините. Хорошая была попытка, но похож, похож, похож. Шапка вот слишком большая, Андрей таких не носит. Нормально, поверь, носил раньше. Я помню. Да, вот, в общем, да, ну все. Там было мутально и некомфортно. Там было атмосферно. Для мужиков. Да, да. Ну, не для мужиков, а просто это вот такое рабочее место, где покупаются, где продаются супер дорогие продукты. Фотографии? Да, или вы сразу закрыли? Что? Фишкультуры? Да. Вот это, да? Слушай, мы будем говорить только о том, что мы закрыли или облажались? Ох, ладно, все, я понял. Не-не-не, просто об этом мы поговорили о пожаре, о фишкультуре. Ну, в общем-то, и все. Да, классная история. А почему у рестораторы, у них все равно эти ошибки получаются? Потому что они живые люди. Живые люди. Получается так. Факапа есть у всех даже. Да, я не знаю людей, у которых не было факапа в ресторанном бизнесе. Потому что думаешь, что схватил бога за бороду или за другие места, а он все время выскальзывает, понимаешь? Так, оу, это что у нас? Фарш? Это пальпета с ягненком, да. С ягненком? Да, да, попробуй. Ну, он такой, да. Хотя, они всегда. Это что? Это у нас сыр, да? Это для корочек. А, да, корочек все. Да. Плятся с санчоусами. Это для цезаря, да? Нет. Но ты можешь сделать и цезарь домой, забирай, но не хватит. Не хватит, да. Так, хорошо, поговорим о том, что у нас есть. Какая сейчас марка торговая в твоей империи рулит больше всего? Ну, я думаю, что это мимоза. Я думаю, что это мимоза. Вот это, да? Да, мимоза. Прекрасно работает Балана Галя, прекрасно работает Фишн Пусикет, калифорнийский суши бар. Великолепно работает греческая кафе Чайка. Это все вот у нас на бассейне 1, 2, 3. И то, что неудачное, мы смотрим, наблюдаем, но довольно быстро принимаем решение. Если мы облажались, то... А почему Бессарабка? Ты захватил всю Бессарабку? Да так исторически получилось. Я искал место, где открыть первую кофейню. Место нашел. И одновременно со мной нашел его Дима. Мы договорились, что делаем это место вместе. А он пойдет к тому моменту... Он уже громко открылся. И был, так сказать, очень перспективный киевский ресторатор. Он поговорил с арендодателем. Ему дали цену, не помню, то ли на тысячу, то ли на полтысячи доллара меньше. Мы ударили по рукам, начали стройку. В итоге, через месяц, наверное, после начала поняли, что... Ну, не может быть два капитана на корабле. Я понял так точно. Приехал к нему. Он с пониманием отнесся. Все. И после этого мы открыли там первую чашку. Потом после этого мы открыли там мимозу через дорогу. Тогда это была странная улица бассейная. Не очевидно было, что там нужно открываться. Потому что она не была ресторанной улицей. Она была рядом, но такая... Ни одного успешного кейса там не было. Там были супермаркеты, там что-то такое. Не было там супермаркетов. Слушай, ты где живешь вообще? Я не понимаю. Не, знаешь, что там было? Там была Еврохата. У нас был клиент Еврохата. Помнишь такой бренд? Да, легендарный. Легендарный, да. Вот таких столовок. И он открылся красной бессарабке на фасаде. Там, где сейчас вот Билла. Да, там было не супермаркетинг. Да, это с той стороны. Это 2007-й. Но это я говорю о бассейне. Мы открыли раз, два и потом три. Forever Young перезапустили его в прошлом году за две недели. Спыл с жару в греческое кафе «Чайка». Народ с пониманием отнесся и прекрасно «Чайка» работает. Битком забито с утра, с утра до вечера. Кстати, я видел в фейсбуке сегодня пост кого-то знакомого, наверное. Спрашивали, где лучшие завтраки. Порекомендували Мимозу. Рекламная интеграция. Ты найдешь мне еще вина? Не знаю, я думал с собой уносить, но ладно. С собой у меня есть для тебя, вон там, Томяночка. Спасибо большое. У тебя есть друзья-студенты, которые готовы рисковать своим здоровьем? Я их угощу нормально. Кстати, кто ходит к тебе в основном? Вот твой портрет. Есть такой образ клиента? Ты говоришь о каком заведении? Да вот обо всех. Нет, обо всех. Ну, слушай, ты был в Коко, и ты, наверное, видел Балову-Нагалю. Это Демократичная Вареничная и Ресторан Коко. Там разная аудитория, поэтому мы работаем в разных сегментах. Условно, средний-минус, средний-средний-плюс. Балову-Нагалю средний-минус, Мимоза это средний, Фишн-Пусикет и Коко это средний плюс, Чайка это средний. Все. Прям VIP и Лакшери? Нет, VIP-Лакшери у нас нет, потому что я к тебе пришел в Кедах навстречу, понимаешь, и было бы очень неожиданно. Все на них ушло, да? Да, 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 купил их недавно, понимаешь, на всю прибыль. И было, ну, я не могу сделать то, в чем не живу. Это всегда видно, когда кто-то что-то пытается сымитировать. Сымитировать недорогое, трушное, или сымитировать, а сам приехал, в общем, не соответствует, живет совсем в другой среде, или кто-то пытается сделать премиальный и не понимает, что нужно этим людям. Я не понимаю, что нужно этим людям. Слушай, я прочитал, что ты начинал, там, статья такая была, начинал свой трудовой путь, работая дворником, сторожем и токарем. Да. Это в Чернигове было еще, да? Есть какие-то истории, связанные с этим периодом жизни? Ну, дворником, дворником я работал, у меня, я занимался студенческим театром, а все, кто занимаются в университете раньше, по крайней мере, было так, они пропускали пары, потому что они репетировали на сцене. И когда ты репетируешь на сцене, параллельно у тебя первая любовь, то, конечно же, тебя выгоняют из университета, это как бы вот, и в процессе между, ну, там, когда меня выгнали, и я восстанавливался, я работал сторожем, ночным сторожем в детском садике, и я по ночам спал. Кто-то пытался покуситься на собственность детского садика в свое дежурство? Ну, нет, 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 однажды, я помню, очень была смешная ситуация, я обнаружил музыкальный, в общем, зал, где детей учили музыки и прививали музыкальный вкус, и я обнаружил там виниловый проигрыватель. Я попробовал звук, звук был норм, я принес пластинки разных групп, и пригласил несколько своих студентов, близких товарищей. В общем, вечеринку устроили. Мы устроили вечеринку в детском садике после закрытия, ну, а там штор нету, то есть свет, танцы, мы танцевали, вот, и тут происходит следующее, приезжают две машины Беркута, таких подкачанных ребят. Потому что Беркут это уже прям террористические акты? Ну, тогда это еще не было так, как после 14-го, да, но тогда это просто было спецподразделение. Круппа захвата. Да, и они приехали, им позвонили внимательные жильцы, неравнодушные, в соседних домах, что в садике что-то происходит, они пришли, я говорю, я сторож, чем докажешь? Я достаю вот такую огромную связку ключей, они говорят, а, ну, тогда понятно, все. Веселитесь, не шумите, ребята. Да, 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 да. Когда работал токарем, со мной работали только глубоко пьющие люди, и два человека после отсидки. И ты, говоришь, ни разу не пробовал? У меня руки никогда не отмывались от графита, то есть графит и машинное масло, то есть они были черные всегда, элегантно. Но отмылись уже? Да. Вчера. Черные, не в тренде, да. Это начинается. И когда летом ты работаешь в цеху, в механическом, я был токарем, и все снимали максимально с себя все, потому что было, ну, там, 35-40 градусов в цеху, очень жарко, кондиционирования не было. Вот. И было слышно, где происходила проблема, потому что, когда ты наносишь фаску, взлетает раскаленная, буквально красного цвета металлическая стружка, и она улетает то туда, то сюда, ты стоишь в очках, вот, и она улетает в разные стороны, но... Иногда на тебя, да? Иногда она залетает за комбинезон. И что происходит тогда? Сначала она прилипает тебе раскаленная здесь, потом здесь, ну, у кого там, какая была геометрия тела, и потом она долетает до волосяного покрова и так далее, шипит. И вот эти люди сбрасывали из себя комбинезон и громко кричали, ёб твою мать! Мы понимали, ещё один счастливчик, ещё один счастливчик, так сказать, познакомился с... Но это на всю жизнь остаётся? Нет, ну это буквально, не знаю, пару... Можно палец оторвать на всю жизнь, а так это всё там было нормально. Но это было интересно. Пальцево любите. Школа жизни невероятная, я запомнил это навсегда. А ты что, токарь, токарям можно научиться, или ты... Ну, конечно, я пришёл... Что делает токарь? Что? Что делает токарь? Токарь точит. Что? Я делал такие насадки для накидных ключей, я наносил фаску. Которые потом использовал в десном садике? Которые ты использовал, чтобы менять колесо на машине, там, или ещё что-то, но такие насадки есть, которые ты можешь использовать... Набор насадок, и ты уже опытный... Да, да, да. Ну вот, всё. Это то, чем я занимался, работал и не очень долго, может быть, полгода, но запомнил на всю жизнь хорошо. Так. И после этого встал и пошёл в рекламу? После этого у меня... У меня были ботинки, на которые я заработал на заводе. Такие модные, я купил их на рынке. И я увидел объявление, что организовывается школа брокеров. Школа брокеров. Я не знал, что такое брокер, но это как бы мне... Сначала пошли как Бруклин. Да, что это была будущая красивая жизнь. Я спросил, сколько стоит, там, я не помню, какая была цена в этих купонах, и я продал эти ботинки, принёс им свои деньги заработанные, отучился неделю в школе брокеров, ничего там, ну, там нам показывали биржевые брокеры, куда пальцы, куда там что. Ну, в общем, совершеннейшая херня, но... Фондового рынка в Украине нет, на всякий случай, до сих пор. Но, ну... Вот. Но, нетворкинг сработал. Да. Меня взяли на работу, ну, как взяли, я проявил инициативу, попросился, взяли личным ассистентом известного черниговского бизнесмена. Да, я носил банкиршам метровые розы с визиткой, шампанское, ну, советское шампанское только носили и так далее. Вырезал из газет всякую херню. Короче, интересно, но... Подожди, чтобы продать соковыжималки, надо было купить соковыжималки сначала. А ты это мог увидеть только в газете «Бизнес», например. Да. Я не помню, тогда была газета уже «Бизнес», но она вот только тогда создавалась. Да-да, они прям с 94-го года были. Ну, вот, собственно, так. А потом меня пригласили, сказали, ты будешь заниматься рекламой. Вот так просто. А, тебе прям... Ты не выиграл, да? У меня были длинные волосы, я играл на гитаре. Конечно, чем я должен был заниматься? Рекламой. Просто извините за интимные подробности, под кепкой ничего нет сейчас. Друзья. Добрый вечер. Ну, как ничего нет. Если я подожду, то через 3 месяца там будет очень смешное. Так что... Так, а можно увидеть Игоря Сухомлина в... Или как поняли? Сухомлина? Двокоринное украинское призвуще. Сухомлин. Сухомлына. Сухомлына. Извините, пожалуйста, Игорь. Да. С длинными волосами. Есть такие фотографии? Блин, это будет странно, если там будет такой запрос. Длинные волосы. Ну, наверное, вот так примерно, да? Ну, примерно, да. Ясно. Круто. Так. И в рекламе что? В рекламе поднял черниговский рынок рекламы. Да. Мы потом сделали первое рекламное агентство, поставили первые билборды. Мы старались все делать первое. Потом я переехал в Киев и сделал здесь компанию со своими черниговскими тоже коллегами, которая занималась ритейл-маркетингом. Первое точно так же в Украине. Так. Все. Дима Борисов, Андрей Федорев. Не-не-не. До этого прошло много времени. В 2002 году мы стартовали. Потом поработали с Андреем с 2008-го. Пару лет. Вот. Все. Он помогал тебе с Балуаной Галей. Ты знаешь, кстати, у нас есть клиент Галя Балуана. Да, классно. Ребята. Спасибо тебе большое. Ребята, которые... Ну, для тех, кто не знает, ребята, которые за год... Мы франшизу запустили, по-моему, в мае 2020-го. Прошел год. Вот в мае 2021-го мы делали для Форбса список. Не ты придумал название? Хорошее. Нет. Вот точно не ко мне. Я знакомый. Да, да. Это полуфабрикаты, которые вот 300 точек за год они продали франшизу. Вот. То есть, вот видишь, тоже быстро растут. Да. Однозначно молодцы. Вы к ним никаких не имеете претензий по торговой марке? Это наши с ними отношения. Я понял. Вот. Тут просто порядок имен на всякий случай. Галя Балова на Балова на Галя? Ну да, да. Ну да, да. Ну не то же самое. Сильно отличается. Да. Так, ну ваши юристы работают, да? Спасибо за пиццу. Я думаю, что мы еще покормим здесь людей. А что это значит? Это как вы вертите все на этом мире? Да, да, да. Ты прочитал скрытый смысл? Вертели мы ваш карантин. Понятно. Локдаун, блин. Локдаунчики. Мы на этой коробке собрали все стереотипы, которые ты можешь встретить на коробках стандартных, коробках для пиццы в Нью-Йорке. И такой шрифт, и какие-то странные символы, и какие-то там какая-то странная графика. Но это ты, вот у тебя свои какие-то вопросы с пальцами. Надо разобраться. Это, знаешь, на наших коробках таких стереотипов, я вижу этого усатого итальянского. У нас была такая версия, да, да. Если что, мы сделаем специально для тебя. Вообще элементарно. Пожалуйста, пожалуйста. For Roma. Так, класс. Ребята, кушайте, заказывайте, доставка работает. Причем доставка, я так вижу, своя. Запустили вы, bro, доставка. У нас есть и своя, мы работаем и с Glovo, и с ракетой, и с болтом. И более того. Греческая вот эта штука, да? Да. И более того, у нас есть доставка сейчас на Dark Kitchen, на Позняках. Мы работаем с ракетой. И в Голосеево мы работаем с Glovo. И будем дальше развиваться. Потому что пицца должна приезжать горячей. Оказывается. То есть, когда она приезжает через полтора часа. У нас есть инструкция. Да, есть инструкция. Но люди хотят съесть свежие пиццы быстро. И это разбивает их сердце. Поэтому мы будем открываться поближе к людям. Я считаю, что это правильно. И дальше будем покрывать все большие районы обязательно. Ну, коллеги Франча моей смогут уже воспользоваться инструкцией. Потому что пицца, очевидно, остынет к концу эфира. Можно, как бы, унести. Ты не хочешь, да, кушать? Я поел. Видишь, ты говоришь, я пью. Меня это устраивает. Я так работаю все время. Гости спаривают ведущего. Напишут в комментариях, я уверен. Слушай, расскажи что-нибудь о ресторанном бизнесе, чтобы мы в тренды попали. Какую-то, знаешь, правду, которую нет. Первый тренд ты уже сказал, полуфабрикаты. Вы профессионалы в этом. У вас они забирают клиентов, получается, полуфабрикаты. Этот рынок сейчас растет. Ну, в каком-то смысле. То, что это не хорика, то, что это не ресторанный бизнес, а ритейл, это спасение. Полуфабрикаты и так бы росли, но в эпоху ковида они взлетели. И я уверен, что это просто очень удачное время для всех людей, которые сейчас занимаются кулинариями, которые сейчас занимаются полуфабрикатами, которые строят сети в этом смысле. Когда этот период закончится, они сейчас формируют сети, потом они будут там сливаться, кто-то будет закрываться. Как это со всеми происходит, без исключения рынками. Но сейчас происходит наполнение рынка, и в него не вошел только мертвый, так сказать. И поэтому занимается это. Это то, что не закончилось, то, что будет дальше работать. Будут работать и увеличиваться системные игроки в Dark Kitchen. Потому что... Вы идете туда? То есть вы хотите стать системным игроком в Dark Kitchen? Мы будем заниматься ресторанным бизнесом и сотрудничать с Dark Kitchen. Мы будем идти ближе к нашему гостю с помощью наших партнеров. Потому что Dark Kitchen это другой совсем бизнес. Чем? Чем он другой? Чем ресторанный. Ну хорошо. Но чем он отличается? Для клиентов я получаю котлеты в ресторане. Я в ресторане взаимодействую с человеком. Вот как с тобой разговариваю. Я ему что-то предлагаю. Мы в этом разбираемся. В добавленном... В сервисе. Создать добавленную стоимость на продукте. За счет продукта, атмосферы, сервиса, всего. А если Dark Kitchen, то это совсем другое. Ты должен системно продвигаться онлайн. Ты должен управлять людьми, которые находятся в закрытой кухне. Невероятные IT решения должны быть там. Ну то есть это... Так что плохого этого? Ты можешь заниматься всем? Ну это все равно же связано с едой. Ну вы не хотите... Смотри, с едой связано еще фермерство. С едой связано еще много-много всего. Ну а вот ковидные времена не подталкивают все-таки, не заставляют все-таки вас? Мы делаем сейчас наше решение, которое вот прямо в ближайшее время будет выходить. То, к чему нас подтолкнуло ковидная эпоха. Блин, мы тебя не вовремя как-то позвали. Все анонсы только вот-вот-вот. Ресторанчик на букву R. Да. Ну я просто никогда заранее не говорю. Извини. Да. Наверное, любят тишину. Сделаем так. Закончим программу, я тебе скажу, а ты потом в конце один в комнате говоришь. Они открывают вот это. Выкусим, да. Так, у нас конфетки, если что, есть. Вино сладкое, мне кажется. Спасибо, я возьму с собой. Пожалуйста. Извините, что так мало. Так. То есть доставка для вас это какой-то все-таки еще чужеродный бизнес? Нет, он не чужеродный. Это такой, знаешь, когда начинается локдаун, это тот ручей кэша, который единственный поступает к нам. И я очень благодарен и своей доставке, ребят, которые занимаются, очень благодарен всем службам доставки. Потому что это единственное, откуда мы можем получить деньги, чтобы выплатить зарплаты сотрудникам. Я уже не говорю сейчас о аренде, не говорю об поставщиках, в первую очередь команда. И если бы не доставка, я не представляю, как бы все работало. Мне очень интересно, вот есть рынки, где, ну, например, там, вот у нас в прошлый раз был Паша Ржечь, да, то есть там есть, где есть вот такая ярко выраженные лидеры, да, то есть индустрии. Он, Федорев. И? Вот всегда мне интересно, кто третий. И все, да, и там дальше. Там, на самом деле, есть прикольное агентство, но ты не помнишь. Ну, наверное, наверное, просто я, как я... Это норма, это норма ситуации, да. Это траут позиционирует, работает. А в ресторанном бизнесе вот много, как бы, игроков, и, в общем-то, да, там можно назвать, там, в каком-то смысле, там, не знаю, львовские куросаны, и, как, большой сетью. И о чем хочу спросить, у вас есть какая-то понятная тусовка, вообще, рестораторов, и насколько она, вот, там, есть ли там какие-то, там, анклавы, какие-то, там, сговоры, какие-то такие истории, то есть, что там происходит? Насколько конкуренция выражена внутри рестораторов? Вы там друг друга ненавидите? Есть там, группки эти? Я думаю, что ресторанный бизнес, это как в классе, как в любой группе в университете, как где угодно, в маленьком сообществе. Всегда есть хейтеры, есть те, кто нудят, есть те, кто херачат, есть те, кто молчуны, там, где-то в стороне. Ну, ты кто? Я думаю, что в разные моменты времени по-разному, но... То есть, понудить тоже нормально? Ну, нет, понудить, это у нас есть несколько других специалистов. Я отвечаю за собрать людей и повеселиться. Вот это вот мое. Мне нравится собирать людей, поэтому я сделал арестопрактики. Да. И на арестопрактиках я сам себя обучаю. Мне не надо платить мега крутым чувакам, которые бы хрен мне что рассказали, так они приезжают ко мне и делятся всем. Это вот секрет. Сейчас он проходит? Польшинеля. Ну, раз в полгода были в марте, сейчас будут тоже скоро осенью, поэтому обязательно. Туда могут прийти просто люди, не рестораны? Они приходят, те, которые имеют в мечтах открыть ресторан. Это однозначно, когда человек собирается открыть ресторан, ему надо откуда-то получить реальную информацию. Лучше не открывать, а купить франшизу. И тут я совершенно искренне говорю, потому что первую ресторану лучше не открывать, а первую франшизу лучше купить, научиться на франшизе, а потом уже думать о своем. Очень много знаю случаев таких. Это самые лучшие случаи, когда люди воспользовались чужой жизнью за маленькие деньги. Ну, то есть это тупейшая история, думать, что у них у всех не получилось, но я-то красавчик, у меня прямо вообще заработал… Концепция же – огонь. Да, да, да. Монгольский… Рыбный макет. Кто не пойдет в монгольский гриль? Все пойдут, понимаешь? И это во всех интригует. Да, 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 да. И 500 тысяч долларов, которые человек заработал на цветмете, понимаешь, уходит в… Монгольский гриль. Да. Это, я так понимаю, реальная какая-то история, да? Нет, это экспромт, но очень много людей считают, что они классные и действительно они классные. Но бизнес-то этот особенный. Ну, почему столько много? Я думаю, 70-80% закрывается. Первый год. Статистика в каждой стране своя. В Нью-Йорке четверть всех ресторанов закрывается каждый год. Там их, по-моему, 20 тысяч, соответственно, по-моему, 20 тысяч. 5 тысяч закрывается каждый год. 5 тысяч более, понимаешь? И… Но это небольшая… А у нас больше гораздо. Нет, нет, нет. Это от открытых, ты сказал. 70-81 год от открытых. А это от общего количества. От общего количества, я понял. Да, открывается же не все 20 тысяч каждый год. Ну, да, да, конечно. Вот. Поэтому, если бы люди… Мы-то, на самом деле, договорились. И Роман сказал… Подыграй. Подыграй, что вот франчайзинг – это круто и… Ссылка в описании. Вот это все, да? Да, да, да. Но, на самом деле, я верю в то, что франчайзинг… Если бы я это знал и первый ресторан мог бы купить… А я рассматривал первым рестораном Челентано. Да, да. И тогда другие люди выиграли этот сказочный билет в рай. В Чернигове. В Чернигове. Да, да, да. Отпередили, открыли его. То есть… 78 процентов. А давай так. Как уменьшить этот процент? Если все-таки ты… Я не хочу франшизу, я хочу сам… Вот монгодский гриль мы поняли. Не открываем. Есть два пути. Первый – купить франшизу на что угодно. Ну, давай, все. С этим разобрались. Любую украинскую или международную… Украинская просто дешевле купить. Украинскую в том сегменте, который ты любишь или понимаешь, или в который веришь – это первый вариант. Второй вариант – пойти на работу в системную ресторанную компанию на какой-то продолжительный промежуток времени, год-два. Вот поработать менеджером, топ-менеджером в любом направлении – в финансовом, в маркетинге, в продажах, в сервисе. Поставить официантом, менеджером поработать или барменом. То есть хлебнуть со дна и после этого уже заниматься придумыванием своего. Потому что пока ты там поработаешь, ты перепридумаешь все. То есть вообще нет версии советовать… То есть нет версии для нового ресторатора создавать ресторан? Ну смотри, есть суперлайт – это сходить на все обучающие программы, которые… Аристопрактики? Их больше. Аристопрактики – одни из них, их много. Они есть онлайн, они есть оффлайн. Вот везде буквально везде побывать. И у меня были люди на Аристопрактиках и в Чашка School. И после этого ко мне подходили и говорили, спасибо большое, мы не будем открывать ресторан. Кстати, одного из них ты знаешь – это Андрей Федоров. Он решил не открывать ресторан? На Аристокемпе нашем, да. А что он хотел? Не знаю. Вы же знакомы, можешь спросить. Вот. И я считаю, что это супер успех, потому что ресторан – это сотни тысяч долларов. Если это не маленькая франшиза, и ты можешь что-то сделать за 30, за 40, за 50. Вот. Ресторан – это всегда больше. И, кстати, стройка, создание ресторана подорожало. Вот занимаясь этим 14 лет, и вот за это время подорожали рестораны за квадратный метр. Все стало дороже, поэтому… Сейчас, я так понимаю, где-то в районе тысячи долларов квадрат стоит? Нет. Меньше? Больше? Ну, если тысячи долларов, то это какой-то очень бюджетный или очень большой формат. То есть это типа там зал урочистых падий на тысячу квадратных метров, поминки, дни рождения, банкеты, понимаешь? А если это пиццерия, ну вот мы сейчас открылись, мы сейчас открылись, и по моим оценкам где-то около двух тысяч долларов. Это вот тот, который нельзя называть. Две тысячи долларов – это что-то прям очень пафосное, да? Это не вообще, две тысячи долларов – это вообще не пафосно, это средний сегмент. Угу. Две тысячи баксов. А начиналось с… Ну, можно построить из 500, из говна и палочек. И иногда такое работает. То есть не обязательно прям взрываться. То есть если ты войдешь в бюджетно, в практически готовое помещение за счет декора и небольшого изменения технологии на кухне, ты сможешь стать малой кровью, конечно, да. Вот если такое есть, можно попробовать что-то очень дешево на чужих, так сказать, на чужих страданиях в прошлом, то, конечно, надо это сделать. Ага. Ну, то есть на первом проекте я бы минимизировал риски, потому что они почти у всех проваливаются. А каким человек должен быть? Или тут не важно? Тут нет такого, что… Ну, первое – человек должен любить людей, хотя бы с ними рядом находиться. То есть если ты не можешь управлять рестораном, если ты такой замкнутый, ненавидишь людей… Ну, или тогда тебе надо партнер, который будет коммуникатором, который будет со всеми общаться, который будет общаться с командой, который будет общаться с арендодателем, с поставщиками, который будет вести кризисные переговоры в разных случаях. А их в любом бизнесе много, в ресторанном точно так же. А ресторатор должен быть маркетологом для этого? То есть, вот, там, Дима, да, ты… Смотри, ресторан так или иначе, ресторатор так или иначе, он будет маркетологом, даже если не захочет, он же будет формировать предложения для гостей. Он будет цену выбирать, ценовую категорию. Это все делают маркетологи. Он будет пытаться придумать название или креативное любое решение. Это все часть работы маркетинг-директора. Просто это можно сделать лучше или хуже. Есть люди более одаренные творческие, менее одаренные творческие. Вот, все. Самая безумная история, которая у тебя происходила в ресторанах, вот первое, что приходит в голову, когда такое… Это было в первом ресторане, но их, на самом деле, было миллион. Да. Но, например, в первом ресторане, который мы открывали, ресторан Велюров, мы его полностью уже подготовили. Не Велюр, а Велюров. В Чернигове был посвящен тот, кто смотрел фильм «Покровские ворота» старые. Там был такой персонаж Аркадий Велюров. Он был такой легендарный, броневой его играл. И мы ему посвятили это место как бы его образу. И он уже был готов к открытию. Мы устроили год. Полностью готов к открытию. Весь интерьер, мебель стоит. И прорвало канализацию. А у нас принят первый заказ на банкет. То есть еще закрытый ресторан. По знакомству. Заказ на какой-то там день рождения. Знакомые знакомых. И всплыло говно. Уберите детей. Весь ресторан залит водой и торпеды плавают. Вот так вот. Это первое. Второе. Очень смешная была ситуация, когда... Очень смешная ситуация. Ее, наверное, в видеонаблюдение лучше смотреть. Чиновник пришел в этот же ресторан. Ну а ты же знаешь, когда люди немножко выпивают. Ну вот как сейчас ты выпил. Они становятся более раскрепощенные. И он так перевозбудился, что во время приема заказа он укусил официантку за ухо. И при этом говно плава? Не-не-не. Это два разных случая. А, два разных случая. Извините, я как-то... То есть он говорит, ты наклонись, я тебе прошепчу... Заказ. Да, заказ. Там я коньячок хочу заказать. И в общем укусил ее за ухо. Откусил? Нет, не откусил. То есть он как Тайсон? Это был один из руководителей... Это Тайсон у вас оденал? Один из руководителей области на тот момент. То есть это был очень известный в городе чиновник. Вот. Было классно. Представляешь, что тебя кто-то за ухо во время приема заказа на франшизу кусает. У меня еще такого не было. Ну смотри. Ну мы готовимся, ребята. Возможно. Смотрите, ухо готово. Будем тренировать. Так, хорошо. Ну такое себе, да. То есть говно запомнилось надолго. Ну ничего сильнее веселья от пожаров не запоминается. Но на самом деле очень было много радостных событий. Все-таки были. Просто фантастических людей. Вот я не знаю кому повезло. Есть, наверное, заведения, где творится трэш. Есть заведения в разных сегментах. Но у нас какие-то такие славные, прекрасные гости. Я каждый день прихожу, наслаждаюсь. Очень многих знаю. Кого не знаю, ну просто любуюсь. Пока мы записывали интервью, в Томянке утонула муха. Не одна судьба утонула в Томянке. Боже, родная. Ну все, как бы в добрый путь. Удачи вам, рестораторам, рестопрактикам. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова